Двойной шах Когда при открытом шахе нападение на короля совершает и отходящая ударная фигура, получается двойной шах. Из всех рассмотренных нами до сих пор тактических приемов, двойной шах наиболее действенное средство. Оно редко не приводит к решающему перевесу. Прием настолько эффективен, что, как правило, после его осуществления борьба завершается довольно быстро. При двойном шахе атакованный король из трех обычных способов защиты имеет всего один, только отступление с атакованного поля, так как нельзя одновременно не перекрыться от двух шахов, не уничтожить обе атакующие фигуры. По этой причине нападающие фигуры во время двойного шаха могут находиться даже на обитых полях, под ударом, а потому возрастает эффективность нападения. Механизм двойного шаха чаще всего создается при помощи вертикальных батарей. Открываемая линейная фигура воздействует на короля по вертикали. Это могут быть пары фигур слон плюс ферзь, конь плюс ферзь, слон плюс ладья, как в нашем случае, конь плюс ладья. Также открываемая фигура может объявлять шах по диагонали. Ладья плюс ферзь, конь плюс ферзь, ладья плюс слон, конь плюс слон. Разные ситуации мы увидим в примерах. Реже встречаются горизонтальные батареи. Объясняется это тем, что действие шахматных армий проявляется главным образом во фронтальном направлении. Пример красмейстера Немцовича весьма наглядно демонстрирует различие между открытым и двойным шахом. Белые могут с помощью завлекающей жертвы ферзя осуществить матовую атаку на неприятельского короля. Возникает лишь вопрос, на каком поле выгоднее принести в жертву ферзя. Если белый ферзь делает ход на поле h8 и объявляет шах черному королю, то у последнего нет иного выхода, как сбить нападающего ферзя. Тогда слон белых делает ход на поле f6 и возникает двойной шах. Спасение в уходе с атакованного поля. Король с поля h8 идет на поле g8. Ладья с поля h1 идет на поле h8 и объявляет мат черным. Для сравнения, если бы ферзь в начальной позиции пошел на поле h7, объявил шах черному королю, то у короля аналогично была бы только одна возможность сбить ферзя. Но уход слона с поля h4 привел бы просто к открытому шаху, от которого черные могли бы избавиться или перекрыв линию атаки, сделав ход ферзем на поле h5, или побив белую ладью на поле h1 и атаковав белого короля. Вот такие разные по значимости последствия возникли от решения белых, с какого именно поля ферзь объявил шах черному королю. Не менее поучителен и пример международного мастера Вуковича. Здесь белые произвели как будто весьма эффективный выстрел. Открытый шах с одновременным нападением на ферзя. Но ответ черных показывает, что выстрел соперника был, увы, холостым. Смотрим пример. Белый конь с поля c3 отскочил на поле b5 и открыл линию атаки ферзю a1 на черного короля. Шах. В ответ черные защищают короля. Конь с поля c6 идет на поле d4 и перекрывает линию атаки. И белые получили замечательный сюрприз. Двойной шах. Открылась линия атаки ферзя c7 по белому королю. И конь с поля d4 атакует короля. Белый король уходит от шаха на поле d1. Черный ферзь идет на поле c2. Шах. У белого короля единственно возможный ход. На поле e1. Бить ферзя он не может, поскольку тогда он оказался бы на битом поле коня d4. Ферзь делает ход на поле e2. Мат. Посмотрите сами и убедитесь, что если бы на втором ходу король ушел от двойного шаха не на поле d1, а на поле b2, то принципиально ничего бы не изменилось. Ввиду огромной силы двойного шаха, никто, разумеется, добровольно не подставляет своего короля под перекрестный огонь неприятельских фигур. Поэтому, как правило, подобные ситуации создаются средствами вынуждения, нападением, угрозой, разменой, жертвой, даже ферзя и особенно различными тактическими приемами. Чаще других на практике встречается завлечение с помощью жертвы, отвлечение защитников короля, разрушение защитного вала перед королем. Обратимся к примерам. Постараемся подробно разобрать именно механизм двойного шаха, его характерные детали. Партия Харвиц-Андерсон. Бреслау, 1848 год. Белый конь f3 идет на поле e5. Черные делают короткую рокировку. Белый ферзь d1 бьет коня на поле h5. Черная пешка f6 бьет слона на поле g5 и открывает линию нападения ладье на белого короля. Белый конь d5 идет на поле f6. Защищает своего короля, перекрывая линию атаки. И вместе с тем организует двойной шах черному королю. Открывает линию нападения своему слону с поля c4 и нападает на черного короля сам. Обратите внимание, здесь механизм двойного шаха действует по диагонали. Продолжаем. Черный король уходит на поле g7, откуда угрожает коню на поле f6. Белый ферзь бьет пешку на поле h7, шах. Король бьет коня на поле f6 и уходит от шаха. Белый конь e5 идет на поле g4 и черные получают мат. Еще пример. Партия Эглитис Камерграутис, 1973 год. Белый конь с поля f4 идет на поле g6 и объявляет шах черному королю. Король бьет слона на поле h7 и уходит от нападения. Конь g6 идет на поле f8. Двойной шах. Открыта линия атаки ферзю с поля b1 и атакует сам конь с поля f8. Король уходит на поле g8. Белый ферзь идет на поле h7, шах. И черные сдаются. У короля есть единственная возможность уйти от шаха, побив коня на поле f8. Однако следующим ходом ферзя на поле h8 белые объявили бы мат.